Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Сегодня я решила приготовить для вас и для нас рулетик из баклажана. Рулетик из баклажана очень получается сочно, мягкий и очень вкусно. Я называю их рулетик, но он очень похож как голубцы из капуста, но вкус настолько просто вкусно получается. Попробуйте, какой у меня рецепт. Сначала очищаем кожурки. После этого, как начинаем очистить, поэтапно я покажу вам, что я дальше буду сделать. Берем самые такие крупные, толстенькие, такие прям хорошенькие. Очищаем. Все уже готово. Вот так режем, такие тонкие. И потом дальше, поэтому опять увидите, что я дальше буду сделать. Если голос вам не понравится, я чуть-чуть заболела, прошу прощения заранее. Вот, значит, вот так я очистила. И я сейчас покажу, что я дальше буду сделать. Берем противень и отправляем в духовку. Заранее разогретую духовку. Чуть-чуть солим. Можете поперчить по вкусу, по вашему желанию. Значит, здесь берем один средний лук. И у нас фарш индейка. Что будете спрашивать, что за мясо в фарше, это у меня индейка. Очень такое вкусно. Такая вкусная, хорошая, свежая. Продается у нас, значит, в магазине. Вот. Можете лук резать. Можете лук через блендер пустить. Смотрите ваше желание, как вы хотите. Берем один среднее яйцо. Ну, как фарш сделаем. Чтобы было вкусно. Туда добавляем лук. Значит, красный сладкий паприка. Один яйцо. Вот. Один чайная ложка. Черный, значит, молотый перец. И один спец в одну чайную ложку. Можно и так, можно и половину. Там еще дополнительно есть соль. Поэтому я вот это не добавляю. Ну, можно и добавлять, можно и нет. Всякие там разные специи. У кого что есть в руках, то можете добавить. Ну, именно в этой специи у меня, именно для куриное мясо. Можете работать с перчатками. Можете ложками. Можете отправлять сразу в блендер. Я сегодня решила попробовать вот так, руками. Сильно не судите меня. Не получается очень вкусно. Вот, когда специи и плюс еще яйцо. Ну, как котлетный фарш. Там подобно такое. Вот. Ну, вот это и опять вот рука. Вот это специя, который специально для мяса. Вот. Там и куркума есть, и кориандр. Все, что хотите там, в общем, есть. Еще раз говорю, что вы можете прям вот на ваше рассмотрение. Если вы хотите, чтобы у вас было. Если полюбите, да. Вот если любите много специй, то добавляйте. Кавказцы любят. Вот. Если хотят, пускай добавляют. Ну, фарш получается такая прям вкусная и очень мягкая. Можете добавлять без вкуса, без запаха солнышное масло или оливковое масло. Оливковое масло еще лучше будет. Вот. И перемешиваем вот так. Что дальше буду сделать? Оставайтесь со мной и посмотрите, что дальше будем делать. Если вам понравится видео, ставьте лайки, пожалуйста. Подпишите на мой канал. Нажмите колокольчик на дальнейшее следующее видео, чтобы посмотрели. Вот. Мы уже заранее, то, что мы отправляли, значит, баклажаны такие дольками в духовку, они уже стали мягкие чуть-чуть. И чтобы было удобно у нас сделать, смажать фарш. И чтобы смогли мы повернуть, как рулетик. Поверьте, это очень вкусно получается. И туда еще мы будем сейчас добавлять масло сливочное. И она прямо в духовке. Мы потом его отправляем в духовку заново. И прямо вот посмотрим дальше, как будет. Вот, как видите, вот так мы поворачиваем, как рулетик. Вот, можете просто ножом вот так брать и мазать. Можете просто ставить ложками, как удобно вам. По-быстренькому можете ложком просто положить и поворачивать, как рулетик. Так удобно я вам покажу, чтобы вы знали, как я его сделаю. Несколько штук буду поворачивать, чтобы вы посмотрели, как я его сделаю. А потом вы уже посмотрите дальше, как я все дальнейшее сделала. Вот так сначала мажем, а потом уже поворачиваем, как рулетик. И отправляем в такой противень, в такой хорошей стеклянной посуде для духовки. Вот. Ну вот, коротко и ясненько. Я, значит, приготовила рулетики с баклажаном и фарш индейка. Вот. И сюда я сейчас сливочное масло. Буду вот такое хорошее качество. У нас продается в магазине. Для меня вот это масло самое вкусное получается. И это просто я хотела показать вам, чтобы вы знали, какой именно на большой процент. Потому что дает очень хороший вкус, если у вас масло сливочное будет прямо очень хорошее качество. Поэтому я показывала. Это не реклама. Просто хотела сказать, что самое хорошее. Значит, берем вот так, оставляем. Значит, фольгой мы закрываем. И потом уже отправляем заранее разогретую в духовку. Вот. У нас уже готово. Видите, как сок и плюс еще масло вместе. Они очень мягкие получаются. Поверьте, попробуйте и скажете. Такое вы, наверное, нигде не поели. Он прямо очень, знаете, вот она вот как ставишь, и вот так и оставляется. А свою форму не открывается. Когда вот будете попробовать, как я, поверьте, вот просто вот каждый раз вы будете готовить и готовить. В магазине не оставите никакой баклажана. А если у кого-то есть еще в огороде растет, вот я на данный момент посадила в этом году. Потому что, кто не знает, то, что я купила дом новый, и мы вот сделали, посадили всякие там разные саженцы, семена, и так купили. Вот. И будем ждать, как будет. Всем хорошего просмотра. Спасибо, что вы есть, что вы смотрели, что вы были со мной. Ставьте лайки, если вам понравится. Вот. До новой встречи. Хорошего вам просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok